всем привет добро пожаловать на мой канал и мы с вами продолжаем проходить метро и вейки не так конце прошлой серии мы наконец-то нашли на ту которая к сожалению оказалось не лучшим состоятник и весь ее караван взяли память о ней и гравированный пистолет галлоперидола при ней к сожалению не было там в это время я она узнала что мы ушли за галлоперидолом и нам принципе надо как можно быстрее возвращаться домой на нашу станцию вот но что-то мне подсказывает она здесь будут дать еще приключения людьми с какими-то возможно сектантами или еще кем-то то собственно и расправился с нато и ее караваном да я кого-то явно слышу поэтому я как бы торопиться не хочу ни на кого не нарваться люди пострашнее опаснее мутантов могут быть вас не видно в темноте если индикаторы наручных часах выключен а ну вот все началось обучение стелсу так короче кто то есть но это походу неси не те ребята кто это сделал с караваном они пошувахеря то что видят так со света надо уходить куда идут сюда вот здесь и так присядьте чтобы против бесшумно чтобы присесть нажмите я уже был в присеве ага короче вот и люди короче первые противники люди ну это какие-то члены какой-то банды как я понимаю но вроде бы это не те кто сделал это с караваном они вроде как бы в ахере были от того что увидели здесь так мне надо здесь пройти интересно я как-то по стелсу вырубать могу не так у нас вырубать их пока во всяком случае не обучают пробуем сейчас пока просто пройти так вот так вот темнота у нас не видит но для фаера смогут спалить так давайте за этим за этим за хлопцем так пока здесь а вон третьих трое я много не навоюю с пистолетом и в автомате у меня полубойма лучше конечно без сбоев столкновений обойтись на данный момент так 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 по тихому по тихому так а ты в принципе тут чисто в двух метрах топчешься так 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 валил так давайте я по тихому попробую так ты меня не видишь не видишь не видишь так а мне вон туда там дверь открыта да ты чё вы чё блять так так а бля мужики я не хотел но вы меня спалили я так не ожидал что у меня здесь у твою мать а сука да пастелсу блять ни хера у меня не получилось к сожалению я не хотел и лишних жертв и вот такого но 6 патронов один поле был всем возможно вот полностью пустой весело блять но извиняюсь мужики я я не хотела честно я не знаю что вы на меня так кинулись может подумали что я один из этих вот это все учудил нет да мне аж их как-то жалко немного я не знаю даже кто не такие были кстати так а патроны как-то у вас грязные стволы туда а третий у вас вас трое мужики он под патрон патрон почему я не может взять нет а ну третий же он же ждут почему автомата по итогу блять только два было мужики так не прикольно мне нужны патроны где третий автомат может он где-то под вами я пытаюсь его примагнитить но не получается так ладно а патрон он короче полная жопа блять и получается очень херово что у меня не получилось по стелсу здесь пройти прям край не херово у всех патронов так мало и на вас нельзя ничего там боймы какие-то найти это печаль одним словом полная бойма есть запасных четыре штуки и кто-то там в пистолете короче жопа мдаааа то если бы их можно было как-то по стелсу выключать я бы их повыключал бы всех и все а может можно было можно было подойти после приклада блять по голове было бы отлично так что у нас тут о патроны это вот очень мне надо сейчас автомат на всякий случай мало ли там не полная бойма совсем была так шкаф стенка все нормально двенадцать на калаш ладно полная обойма двенадцать запасных почти полторы обоймы а да вот мы с той стороны тогда сюда заглядывали бесшумно вырубить противника ударить его по голове чем просто типа прикладом блин да как это я могу и бесшумно вырубать это как раз таки вот так вот ударом приклада и делается какого хера это вы мне это сразу не сказали я бы там людей повыключал я бы в этой дебильной перестрелке так ну ладно вот так вот да все можно подойти к прикольно по стелусу прям когда со мной надо подкрасться встать по голове оно прям круто жалко мне раньше это не сказали мы подбирали ненужных жертв почему я с них больше возле ну тупо патрон висит еще что-то что я не могу это оббирать это ну как бы очень странно у тебя глаза открыты я же тебя вырубил а не убил мужик ты как будто меня видишь так так по-тихому по-тихому так там кто-то в кого-то стреляет как бы месс threw что кто-то вот там по-моему сюда идет он меня не знаю увидел не увидел Вон прям тут? Вроде нет, так, подождите, дайте я эту дверь дерну. Так, тут закрыто все. Так, один вон вдалеке. Как будто где-то прямо вот здесь какую-то мелодию дебильную напевать, не? Так, быстро, быстро, патроны. Ой-ой-ой, мужик, тебе показалось? Показалось, отвечаю. Так, все, кажется, он повелся на то, что ему показалось. Так, мы во тьме, он нас не видит, по идее. Хоть он и смотрит тупо на нас. Так, а ну-ка, а мы вот так сейчас. Ага, сюда не пролезть, но мы хотя бы сможем вырубить его вроде бы, но, блин, нас снизу спарят, мы его вырубать будем. Так, из пистолета надо подходить, я просто не знаю, а в калашо можно вырубить? Нет, ну я думаю, можно. Нельзя. Как им правильно бить? Прикладом. Да японский... Так, он... Значит, надо бить именно по голове, блядь. Так, попытка номер два. Так, идем вот так вот. Я хочу его подвырубить, потому что мне нужны патроны. Вот так, оп, все, тихо, тихо. Стелс! Тобой мы без патронов, блядь, серьезно? Я ради этого, блядь? Ну, ты мудак. Так. Вы не видите. Вы не видите, так. Ну, понимаете, почему мужика с рожей? У него такой... Рожа какая-то страшная, чуть ли у него платок намотан. Ну, какой-то он уродливый, по-моему, этот в шапке синей. Так. Вот что он делает, я и так могу пойти? Как-то... Ой. Куда я? В стенку вперст... И вот так могу пойти. Интересно. Как мне надо? Где у нас шо? Давайте попробуем глянуть, что здесь. Так. Так. Вот какой-то тип стоит. А, о, короче, можно кидать предметы, это будет шуметь и они будут на это реагировать. Окей. Ну, я взял предмет. Да ну... Я, знаете, я могу как-бы... Попробовать и без этого, а вот просто подойти и... Вот так. С первого удара не попадаю особо. Слышь. А вот какого... Не, ну они не пустые, есть ли какие-то патроны? Сколько у меня сейчас? 25. Это беру. 28, да. 3 патроны прибавилось уже. Да, у него что ли как-то... Калаш поухоженней будет. Это лента. Это какой-то совсем ржавый, поваренный. Тоже не лучше, но... Типа более современный. Я не знаю, я, я, я хочу... Я хочу этот калаш, наоборот. Стоп. Нет. Эй, нет! Что я сделал? Ладно, все. Так, нормально. Все заряжено. Все отлично. Так. Вот мы можем пойти вот сюда. Так. Что у тебя тут еще? Ага. Патронов хотел припрятаться. Слышь ты. Или свою жопу, а? Хе-хе. Так. Ладно. Ну-ка в самом деле. Дайте я осмотрюсь. Фонарика, мало ли, тут... Провтыкать ничего. Так, короче. Так, короче. Я так понимаю, мне сюда, наверное, и надо. Ну, что это дядя стоит. Вот. Ну, раз мне сюда надо, значит... Давайте сначала мы вернемся сюда. Назад. Глянем, что там было. А здесь придурки исчезли. Ну ладно. Я кого-то слышу. Мне кажется, это какой-то просто, так сказать, нелинейный путь. Плюс-минус в те же места. Я шо так могу пойти? Шо так, как я до этого решил? Ну, мне так кажется. Но точно я, конечно, не знаю. Мужик, 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 давай здесь. Ты не будешь делать ошибок. Я надеюсь, тебя там никто не увидит. Так, сейчас у нас там двадцать семь. Тридцать, нормально. Короче, по три патрончика хотя бы дает. Так, работает хитмен. Так, ну это какой-то такой освещенный вещь со всех сторон. Такой херовый путь. Старый лучше. Ладно, мы тут чисто патроны залутали. Так, этих внизу реально нету. Так, патроны мы залутали. Ой, стоп, куда я повернулся? Ну, пойдем мы вот так. А, да, кстати, я там это, у меня за предзаказ там другие перчатки и другой рюкзак. Они, кстати, вот, выглядят вот так вот. У меня кастет из когтей. Там еще какая-то эта игрушка, нашивка какая-то где-то. Короче, такое. Так. Так, вот пассажирчик внизу. Застойте пассажир. Это он меня спалил бы, да? Если бы я вот тут сейчас пришел, он бы тут сбоку стоял бы. Ой-ой-ой. Мужик, ну ты меня не видишь, да? В темноте. Ой-ля, вы там вдвоем ходите. Я думал, вы не ходите. Чисто стоишь, и думал, втыкаешь. Вперёд. Так. Ребята, ребята. Так. Ребята, ребята. Вперёд. Куда вы прошли? Ой-ё. Не видишь? Ты меня не видишь? Ты меня не видишь, а? Ты меня не видишь. Давай, повернись. Спиной ко мне, постой, пожалуйста. Ты начинаешь уходить, а не просто стоять спиной. Вот так, вон второй. Короче, это весь ваш маршрут, да? Это теперь туда уходит, и ты сюда будешь приходить. Да, но если это так, я сейчас там просто золотим углом спрячусь, когда ты придешь. Раз ты тут не поворачиваешься. А ты не всегда сюда приходишь, да? Ты иногда вот туда уходишь. Я, короче, вот здесь встану, по идее, он сейчас туда придет, я его по голове и отовариваю. Отдыхай, так. Мне, по-моему, какую-то ачивку дали, где по звукам. Так, интересно, это сейчас не увидит. Дружище его лежит, как бы к нему не выходит. Братан! Ты как там, без палева? Вроде без. Где ты там, а? Где он есть? Ага, ну хорошо, что я того брал, бы с той стороны сейчас бы тот еще лазил. Так, вот он идет сюда. Давай, братан, ты в пути, и я за тобой. Вот так вот. Так, все. Всех повыключал, кого мог. Зачем лишний раз людей убивать? Блин, я не знаю, кто они такие. Так, а это? А, это место, где я воевал с этими упырями, где я кучу патронов на автомат потратил. Вот где я нахожусь, я не совсем понял. Сверху сейчас тут теперь, вот где мы, на этих лесах. Где мы кидать вещи, чтобы их отвлекать. Так, что у меня по патронам уже? 3.41, ну хоть как-то живем. А то вообще какое-то жопное состояние было в этом плане. Так, пока по-тихому идем. Прислушиваться к шагам. Опа. А этого не выключишь, блядь? Бо у него шо, шлем? Да? Или как, блядь? Вот ничего мне по этому поводу не говорите. Я сейчас попробую, я не знаю, получится или нет. Не получится, это конечно будет пиздец. Ну типа, есть предпосылки, шо его не выключить, блядь? Там же он в шлеме. Ну. Я, я попытался, я не знаю. Я жив, он нет. Я не знаю, ну типа. А где-то предупредить, блядь, шо его не выключишь. Ну типа, это можно было, типа, догадаться по шлебу. Ну я, в принципе, и догадался. Ну, как бы, шо делать? Как мне надо было, типа, его отвлечь? Кинуть банку, отвлечь его и просто, типа, успеть свалить в это время? Ну. Я не знаю. Я хотел еще полутаться. Как-нибудь у него здесь обойма вылетела, да? Я и патронов не получу. Я еще и покоцала. Сколько у меня аптечек? Пять. А, что, жахнуть одну? Ну, это жахнет, не знаю. Одна на шприцей, четыре запасных. А теперь, в общем, пять. Ну, типа, мне здесь надо было, да, для идеального стелса, я так понимаю. Да, и вообще, вот туда кинуть, да, ему, и по-быстрому просто пройти. Собственно, по шлему. Я догадался сразу, что, скорее всего, выключить. Нельзя будет. Какая-то игра нас не стала никак об этом оповещать. Ну, и мы проверили. А так мало ли можно было, мы не знали. Так. Патронов совсем мало. На пистолен, да. Так. А если б те все не вырубленные были, они б, наверное, прибежали? Ну, ладно. Короче, прошли, как прошли. Я просто тут, может, как это, как концовка от этого зависит, как в плоских версиях. О, это не Макс. Нет, это не то, что это не делается, как и встать вашу жизнь за какую-то глупую медицину. Макс' супплиер уничтожил, так что я был нахом. Он мне сказал. И он также сказал, что вы были готовы, чтобы идти, не важно, как вы найдете ничего. Что я должен делать? Я не просто доехать, что вы просто доехали. Я знаю, это проблема. Ты страдаешь за выбором. Но ты будешь убирать за что-то, которое мы все знаем, никогда не уйдем. И я не должен позволить тебе попробовать в первом месте. Макс? Макс? Макс, что происходит? Никто! Так, надо не забывать про поиск припаса. Это у вас такой, типа, туалет есть или что? Так, здесь жилое, нежилое место. Вроде как... Жилое, ну или, по крайней мере, было живым. Я возьму автомат в руки, мне тут как-то неспокойно. Жилое, ребята, не успехи! Кто-то сидит? А нет, он мне только прорыв, типа шлем это, что-то стоит. Так, звук как будто кто-то з�ил. Кто-то крысу убил. Так, давайте без этого. Патрончики, может, что-то где-то еще не видно. Так, ну тут кто-то явно жил. Но сейчас, по-моему, уже не живет. Крыс. Или каких-нибудь мутантов. Костер горит, значит, здесь недавно кто-то был. Ах, ладно, длинули дальше. Там наверх, судя по всему. Опять кто-то крысу, по-моему, сожрал. Что они дерутся между собой. Патронный автомат. Так, у вас то, что, типа, кир был, походу. Я по всему, да. Я по бутылкам стрелять не буду, потому что... Патроны не казенные. Субтитры не был. Как-то тихо у вас тут, фонарик не хочется, и в темноте не хочется бродить, и фонарик лишний раз не хочется зажигать, чтобы не палиться. Ну или кто тут может быть, проблем маршрута, конец света. Вроде живая, ну как, живая станция, живое место. Людей совсем нету. Яна? Яна источил. Так, короче, блядь хера, что у них там происходит еще? У Яны с Максом, куда Яна ломанулась? Короче, все веселей и веселей, что похоже с бессолезным оказался, что там теперь кипиш. Яна сейчас не свалила никуда на наши поиски. Мы ее вообще не потеряли. Так, я кого-то слышу. Так, одного вижу. А лампочки мы выкручивать не можем. Так, одни там сидит. Кем-то тот ходит. Так. Надо сейчас по-тихому постараться их уложить. Набыл бы глушитель. Не, хотя глушитель это убивать я бы конечно не особо за то, чтобы убивать. Так. Так. Вот так вот. Так, ага. А вот сейчас он меня увидел. Ну или вырубленного товарища. Так. Мы тут. Тихоньку. Может придется стрелять. Тихоньку. 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 Блядь. У меня не было другого выбора. Он меня увидел все же. Надо было дальше уходить. Надо было туда уходить. Ну. Блядь. Сорян. Я пытаюсь минимизировать жертвы. Ну. Получается как получается. О. Гляньте у него. Фу. Без приклада такой. Модернизированный точнее. Укороченный. Так. Ладно. Ну. Классно. Что тут можно. Ну. По-нормальному. Бить прикладом. Это прям круто. И мутантов. Значит. Можно бить. Вообще. Если кто-то подойдет. То его можно отоварить. Удобно. Так. Ничего интересного вроде бы нет. Ах. 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 Так. Ах. Шкаф. Ай. Так. Ну вроде бы нас больше никто ж не спалил. Эм. Тридина с турелью или мне кажется. Ну да. С турелью. Бля. Че музыка такая тревожная играет. А. Так. И нам че. Вроде бы даже. На. Дрезину. Ну. Ужди. Когда. Патронов нет. Ничего нет. Это есть турель. Ой. Я случайно. Пошли нахер. Я случайно с пулемета пострелял. за кто нам еще может кто заберет уроки. Так. Я не знаю. Нас убили. Теперь. Дрезина с пулемета тупой 2. Аааа. Меня сейчас опять убьют. Нет? Так, мы типа проехали, прорвались. Я не знаю, какой-то дебильный момент был с моим уездом на этой турели с пулеметом. Мясом убивали, я почти ни по кому не попадал. Это было странно. Так, это использованное лекарство? Вроде бы да. Так, вроде бы все нормально, я у нас надеюсь. Не знаю, мне какие-то темные полоски. Как будто я в противогазе, даже не в противогазе. Вот, стреладить, переснять. Чуть не смеется, нет. Потому что я раненый, мне засчитало, что мне там еще в спину настреляли, возможно. Короче, хер его. Я не знаю, как мне надо было по-нормальному прятаться. Странный момент. Но мы вернулись на академическую. Док, мы действительно должны остановиться так. Ты видел Яна? Макс? Нет. Нет, не с прошлым разом, когда ты был здесь. Влад, доктор Искандеро подойдет. Мне интересно, что будет дальше. Подписываемся на канал. А если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, писать, пишите обязательно свои комментарии. Я постараюсь вам ответить. Вот. Жду вас в своих следующих видео. А сейчас, всем удачи, всем пока.